Я не хочу стоять в эту раную очередь Только бы не 21-й, только бы не 21-й Твою мать, 21-й Господа, наконец-то заключительная часть Твою мать, ветер И вот так вот постоянно, вы не поверите Просто капец Вообще не записать Три часа сейчас искали место, чтобы где-то хотя бы не дуло Как всегда, Питер, шквальный ветер Плюс два Вчера шел снег с дождем Хорошо, что вообще хоть что-то получилось Будь проклята местная погода, тварь Господа, наконец-то заключительная часть поездки в Париж Именно здесь я расскажу вам, почему я туда ездил Ну или не расскажу Сколько это все стоило и зачем все это было вообще, собственно, задумано Погнали Так, ну что, сейчас будет разгон до 100 Я думаю, с двух педалей пойм О, с двух педалей точно тронулся Хорошо, как хорошо пошло Красавчик Ну, черныш бы его порвал все равно Я ему говорил, надо ТД-04 ставить Уверенно, уверенно Все, ребят, пошла тяга Передаем привет Колпина Пока неудачники Прежде всего, меня самого очень удивил такой вопрос Который поступал, наверное, от каждого второго Но если не третьего, а может быть даже и первого Зачем ты поехал в Париж? На самом деле, долго думал, что вам соврать Какую-нибудь придумать красивую историю, подводку и так далее Но в итоге все свелось к тому, что не буду вам врать Не буду обманывать и на самом деле не скажу Суть в том, что я простой, обычный человек Мне тоже иногда хочется поездить, попутешествовать И поскольку машина была на грани умирания Ну, как, в общем-то и сейчас, мотору очень плохо Поэтому все имеющиеся на ремонт этого автомобиля деньги И я, как и в прошлый раз с поездкой в Турцию Пустил в путешествие То есть у меня было два выбора Или сейчас сделать машину и просто дальше на ней ездить так же И в моей жизни, по сути, бы ничего не поменялось Или, в конце концов, увидеть красивейший город мира Я думаю, что выбор был очевиден для каждого здравомыслящего человека Потому что машина, собственно, горит она в аду И пусть даже сломается и сгниет под кустом Но главное, что в моей голове остались те самые впечатления Это было практически все, чем я руководствовался Итак, путь домой начинается в 6.30 утра Что примечательно, при этом французы в 6.30 еще спят Потому что улицы, считай, пустые, как ночью Ну, капец, как ночью Сейчас встают они, видимо, как раз в 7 Чтобы к 8 уже таращатся в проб Радует, что метро при этом с полшестого То есть, в принципе, если вы едете в аэропорт То практически к любому времени вы можете приехать на метро А специальный некий шаттилбас из гостиницы до прям аэропорта Стоит в крайнем случае 18 евро с персоны Таким образом, это значительно дешевле, чем такси И даже в крайнем случае за 18 евро Можно попасть в аэропорт вообще в любое время Я уже как местный вот так перехожу дорогу Здесь это нормально Хотя, смотрите, вот люди, которые устанавливают шатры базарные Уже работают Вот так вот Касательно того, сколько это все стоило В итоге поездка на двоих вышла в 60 тысяч рублей 35 из которых стоили билеты туда-обратно на Air France Был вариант, конечно, улететь и за 30 Но это было бы с пересадкой Время в пути составляло там около 20 часов А в нашем случае подвернулся прямой билет 3,5 часа, и мы на месте То есть, в принципе, в Турцию я летел дольше Остальные же деньги составило 11 тысяч Это там была гостиница на 4 ночи И все остальное, собственно, было проедено на месте Из того, что вернулось обратно домой на родину То есть, весь запас, который еще оставался Это 150 евро То есть, по сути, еще пару-тройку дней там протянуть можно было Но дальше просто кранты При всем этом были взяты с собой дошираки Естественно, еда закупалась в трипермаркетах Никаких ресторанов, только буквально пару раз закусочные В которых суммарно было потрачено, если по рублям говорить То 2,5 тысячи рублей Это за три захода И, в общем-то, не самые лучшие заходы, нужно признать, и были Блин, я не знаю, как вообще запишется звук Запишется он или нет Честно говоря, пишем так Все это на удачу Так все рисково Накаляет работать в таких условиях, честно говоря Уже неделю ничего не снимали Потому что реально хочется поснимать Но просто никак Драная погода не позволяет выбраться никуда за пределы вообще И постоянно серость Это мути-серость Ааа, ведь знаю, что в Москве тепло и солнечно Бесит Хочешь хорошую жирную картинку Но ни черта не получается из-за этого давящего неба Фотоаппарат при таком освещении вообще все мылит Ни черта не получается Только-только солнце выскочило На рейндж-ровере сразу записали Уже хорошо, уже как-то более-менее интересно И потом снова на месяц сей ты сране Плюс два дождь Ненавижу Как обычно прикол парижского аэропорта в том, что ты все делаешь сам Ты сам сдаешь багаж, сам делаешь метки сканером Там со своего талончика посадочного С багажного талончика В общем, все уже сам Если в нашем аэропорту ты зашел Отдался в руки опытных товарищей Которые уже все проводили Объяснили, что делать То здесь, конечно, ни черта себе никто не объяснит Нужно смотреть во все четыре глаза Думать всеми четырьмя головами В общем, делать все, чтобы не пропасть Просто в этом адском муравейнике Шляпа Возвращаясь к Парижу, в итоге получилось то, что город на самом деле прекрасен Действительно одна из жемчужин мировой архитектуры Действительно тот город, в который можно возвращаться раз, два, а может даже и десять Абсолютно никаких вопросов Все очень здорово, своя атмосфера И знаете, этот город, он не то чтобы он существует Он просто живет какой-то именно своей внутренней жизнью Внутри него крутится каких-то несколько направлений Он такой многослойный Можно посидеть, потупить на набережных Можно заблудиться в этих улицах Можно заобщаться с местными Можно просто ходить по музеям То есть это город, в котором можно прожить несколько жизней Как говорится, шоссе не космос Тут трясет Никого не пускают погулять по салону и пописать Летим в атмосфере жесточайшей напряженности Это простая Видео Субтитры делал DimaTorzok 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 Но логика, климат уже иногда северный, а логика чисто южная Вот в этом плане я, конечно, прикололся Что касательно машин, то, конечно, все здорово Все машины, во-первых, с очень тихим выхлопом Что меня прежде всего поразило, что выхлоп, ну, просто тишайший То есть, даже фура, которая едет, у нее нет вот этой вибрации Выходя в город, в Питере, в Москве, в Нижнем, где-нибудь в Твери Вы все время ловитесь на мысль, что это гул Даже когда вы внутри какого-нибудь двора колодца, это гул, постоянный низкий шум, который вас не отпускает, вибрации, она ощущается везде Я уж не говорю про Москву, где когда метро едет, у людей чашки дома трясутся Во Франции, конечно, все совершенно по-другому Во-первых, у метро на некоторых ветках не на всех Резиновые колеса у вагонов И колеса эти, ну, естественно, вагоны электрические, но колеса резиновые, обычные, фуровые Стоят 22,5, обычный диаметр Получается очень тихо, очень прикольно Что касательно самого метро, то вообще станции короткие между собой То есть перегоны короткие, станций очень много, все напичкано, все прям немерено И в целом получается так, что весь город тихий, он не вибрирует В нем нет этого постоянного низкого давящего шума И поэтому, когда вы прогуливаетесь, неважно, вы зашли в простой скверик, в маленький-маленький парк И там тишина гораздо круче, чем у нас за городом, даже где-нибудь во Всеволожской, Питерском Потому что мы сейчас здесь сидим, там набережная немерено шумит Сзади я слышу, как гудят просто фуры, которые там в разгон идут Потому что по левую руку тут сейчас виадук будет подъем туда, на Большоохтинский мост И все это давит-давит, и вам никогда не найти покоя в вашей голове Поэтому, когда я выезжаю к себе на хутор в Карелию, у меня первый день, когда я там нахожусь, уши звенят просто от тишины То есть там настолько тихо, что у тебя постоянно какой-то гул, как в ракушке Ты море слышишь, вот эти фантомные боли То есть трассы уже рядом нет, а ты продолжаешь все слышать ночью даже И только на второй-третий день обычно голова успокаивается, и ты начинаешь слышать гораздо лучше, чем в городе Какая же все-таки классная погода Это потрясающее серое давящее небо Ноль градусов и дождь Это вам не то, что это отвратительное буржуйское солнце Здесь все классно, здесь все по-домашнему Родина Почему ты такая родина, а? Но главное, что фронтерик стоит на месте И никто его таки не стырил Потому что такое футло, ребята Даже органам нужно далеко не всегда А только в очень-очень редких случаях Поэтому у нас сегодня огромная радость Мы бросили машину там, где хотели И она тут же и стоит Целая Надо только колесо накачать Да ладно Что за журналы? Копать, хоронить Будет что почитать на досуге Еще интересная часть, которая присутствовала в Париже Это моя подготовка к летней поездке по стране Хочу сказать, что получил шквал сообщений в личку Со мной готовы, по-моему, ехать просто половина Вообще всего населения нашей Родины Это очень здорово Конкретно маршруты Все детали будут учнены гораздо позже Наверное, где-то в июне Там за месяц, за два до выезда Не сейчас Так что не переживайте Все будет дополнительно объявлено Пока никаких комментариев делать не буду Потому что сам ничего не знаю Но в поездке в Париж Мы очень много тренировались Именно к поездке по лету По нашему, по стране Я как раз пытался снимать Понимал, как это вообще можно технически реализовать Потому что выяснилось, что снимать на зеркалку При уровне того интернета, который был в отеле Оказалось нереально Потому что за ночь засинхронить больше, чем 400 мегабайт Не получается Поэтому зеркалки что-то снималось Неснималось немного Но по большей части все снимали с экшн-камер каркам Которые, к сожалению, не очень хороши для этого Потому что дико боятся темноты С наступлением ночи нам совершенно не получалось ничего снимать На эту камеру было бы, конечно, поинтереснее Может быть, с другим стеклом Но, тем не менее В общем, мы для себя сделали какие-то организационные выводы Что Игорь, который сидит в Питере Действительно может получать файлики Монтировать и выкладывать их здесь на YouTube Постить в группу А я, пользуясь, ну, каким-нибудь мобильным интернетом Захожу в ВК и репостив себя на страничку Все Реально схема работает То есть поездки по России Мы действительно можем пытаться, по крайней мере Выкладывать вам промежуточные вот такие ящерские видосы С интервалом в два дня хотя бы Каждый день вряд ли, потому что будем ночевать Просто в палатках или где-нибудь Но раз в два дня точно сможем Ломиться в какие-нибудь хутора Что-то синхронить, что-то делать И пытаться вам делать какой-то онлайн То есть мы сейчас едем Мы офигеваем Мы горим Нас съел медведь Да, все это возможно Сделаны выводы, что с собой нужно обязательно ноутбук И монтировать нужно на месте То есть игорян в Питере рассматриваются, но как крайние средства Но чтобы не передавать лишнего трафика Чтобы не тратить время на синхрон А заливать уже готовый смонтированный ролик на YouTube Это гораздо проще Потому что монтаж занимает всего этого пару часов Если у нас поездки будет двое То в принципе все нормально Должны успевать чуть ли не на ходу, на лету, вечером на привале и так далее Ну и еще список определенного оборудования Который с собой нужно брать по съемкам Действительно устаканился То есть для меня многие там технические моменты Они сейчас для вас будут скучны Были в Париже не очевидны Вернее до Парижа И только в Париже я понял, что нужно с собой брать еще раз, два, три, пять И так далее В общем все конкретно устаканилось И надеюсь, что качество видосов Которые будут у нас в поездке по России Будет гораздо круче, гораздо информативнее И гораздо веселее Таким образом операцию можно считать Завершенный весьма успешно Более того, по приходу к Фронтерику Обнаружил, значит, месседж от фанатов Антон и Влад передают Пламенный привет Антон и Влад Вы прям конкретно красавчики Не пожалели жирнющего глянцевого журнала Практически на убой Что попаловать очкарика вниманием Плюс ко всему, естественно, загорелась лампочка бензина Ну или как зануды говорят Лампочка дизельного топлива Но окей, в общем Кому что ближе, то и загорелась На самом деле погода жесть И опять традиционно заложила уши Получается очень интересная ситуация Я сейчас еду конкретно как на рейдж-ровере Потому что мотора не слышу вообще Всякие гулы, подвески То, что промыхает в багажнике, естественно Тоже не слышу Поэтому у меня все мягонько Очень люксово Прям по-барски, можно сказать Тачка улицы Переключается Вообще все прям классно Ощущаюсь себя королем Всем огромное спасибо, что смотрели Я в принципе доволен Буду заниматься этим дальше Буду путешествовать И буду делать для вас Большее количество контента Да, сейчас вот был пробел Но потому что такая дрянная погода Не высунуться уже Культяпки окоченели Все, друзья Спасибо вам огромное, что были со мной Все, эту поездку Дальше будет еще видео На втором канале Совершенно определенное Они несколько даже отсняты Но по определенным соображениям Будут выложены позже Вы потом поймете почему Так что в общем все круто Всем вам огромной удачи И пока